А теперь о тех, кто уже пожинает плоды работы строительной отрасли. Компания «Надежда» возводит для своих сотрудников дома. Первые 20 коттеджей в селе Большое Солдатское уже обрели хозяев. Как привлечь на предприятие добросовестных работников и удержать их на долгие годы, расскажет Ангелина Рязанцева. Новая улица, новые соседи, новая жизнь. Почетного гостя, главу региона, посчастливилось принимать у себя семьи Некрасовых. Они уже успели создать дома уютную обстановку. Мы завезли и детям мебель, и себе, и кухню поставили. Мы все себе почти завезли. Я думаю, что сегодня же будем ночевать. В основном новоселы, молодые семьи. Своей жилплощади обзавестись еще не успели. У многих подрастают дети. Савины, например, жили с родителями. Теперь у их дочери Юли будет своя комната. Как ты себе представляешь школу по-своему? Конечно, мы очень рады. Один мы будем жить, и двое деток у нас уже. Это, конечно же, очень прекрасно. Тем более в нашем районе такой городок построили. Это же вообще красота. Альтернатива ипотеки не бьющая по карману. Дома предоставляются в аренду на 10 лет. Стоимость одноэтажных 2,5 миллиона, с мансардой 4. Сотрудникам сельхозпредприятия «Надежда» они обойдутся в три раза дешевле. Практически стоимость платы ежемесячной составит от 8 до 10 тысяч рублей. Для сравнения скажем, что средний уровень заработной платы по нашему предприятию сегодня 30 тысяч рублей. И сегодня буквально с 1 августа повышаем заработную плату на 20%. Все это серьезный аргумент для квалифицированных специалистов, чтобы сделать выбор в пользу сельской глубинки. Тем более, что рядом и детский сад, и школа. Все, что нужно молодым семьям. Сегодня они здесь остались работать в этом предприятии, которое набирает обороты. Они получили хорошие комфортные условия для жилья. То есть встречный процесс. Для меня это как раз и есть та гармония, к которой мы всегда стремились. Социальный проект, предложенный «Надеждой» в нашем регионе, пока уникален. Руководство сельхозпредприятия помогает работникам решать квартирный вопрос. Власти, в свою очередь, выделяют из бюджета более 23 миллионов рублей на строительство инфраструктуры коттеджного городка. Сейчас в Большесолдатском районе строится еще 20 коттеджей, 40 появятся в Суджанском. Ангелина Рязанцева, Антон Латышев, Телеканал 7.